Здравствуйте! Меня зовут Дробежев Михаил Юрьевич, я психиатр, ведущий научный сотрудник научно-образовательного клинического центра здорового сердца Первого Московского государственного университета имени Сеченова, который располагается, как вы знаете, в Москве. Сегодня я вам расскажу о кардиопсихиатрии. Сравнительно новые науки, поэтому мое выступление называется «Кардиопсихиатрия. Проблема перевода». Сразу хочу сказать, что мое мнение может вовсе не соответствовать мнению фармацевтических компаний и содержится данные только об утвержденных показаниях для назначения препаратов. Ну и кроме того, если вы не увидите на том или ином слайде источник, то цитируется статья, которая изображена здесь, Дробежев Кекта Мачейской, «Кардиопсихиатрия. Проблема перевода», которая напечатана совсем недавно в кардиоскулярной терапии и профилактике. В общем, это довольно объемный обзор литературы, содержание которого я сегодня и попытаюсь до вас донести. Почему возникают проблемы с переводом? Дело в том, что у каждой специальности есть свой арго, свой язык, свои термины, на котором привыкли разговаривать врачи. Есть такие термины, конечно, у психиатров. И вряд ли эти термины будут понятны кардиологам, потому что психиатрические термины подчас довольно сложные. Многие из них имеют какую-то историческую коннотацию. Многие термины имеют очень давнюю историю. Многие термины по-разному воспринимаются в различных психиатрических школах. Я попытался эту проблему изобразить вот на этом слайде. Вы видите некого слона, которого ощупывают доктора, и каждый из них пытается поставить свой диагноз в зависимости от того, что он трогает. И каждый из них вступает в спор. У нас, к сожалению, очень часто такое бывает, что два психиатра дадут совершенно разный диагноз. Все это не может не вызвать определенного недоверия у кардиологов к психиатрам, потому что кардиологи привыкли к определенности в диагнозах. И если этой определенности нет, то возникает сомнение, а нужны ли вообще психиатры. Надо сказать, что психиатры сами усугубляют эту ситуацию. Вот здесь я специально привел пример психиатрической классификации. Если вдуматься, что здесь написано, то я думаю, что уйдет очень и очень много времени на то, чтобы рассказать смысл всех этих терминов. Амплифицированная, усиленная, конверсионная, тревожная, соматическая, дублированная, атрибутивная, органная невроза, назогения, психореактивное состояние, сомтогения и тому подобное. Вообще, надо вам сказать, когда я смотрю на такие слайды, мне всегда вспоминается высказывание Жан-Жака Руссо, кто много знает, тот мало говорит. И наоборот, кто мало знает, тот много говорит. Поэтому, сразу обращаясь к кардиологам, я могу сказать, что если вы сталкиваетесь с такими классификациями, вы спокойно можете их не читать, потому что, как правило, эти классификации свидетельствуют о том, что человек, ее создавший, не очень хорошо понимает проблемы кардиопсихиатрии. Надо вам сказать, что вот этот пример психиатрической классификации еще не самый худший. Вот, например, есть гораздо более тяжелая классификация, где мы встречаем очень интересную фразу, которую я люблю цитировать и повторять. Оригинальные психопатологические нарушения, реализующиеся в соматической сфере, как фенологические прототипы нарушения первой совокупности при отсутствии верифицированной патологии внутри их органов или незначительных ее клинических подфизиологических проявлений. Получается, много терминов из ничего. Значит, и вот, к сожалению, мы приучили кардиологов, что психиатры очень говорят на сложном языке. Настолько сложном языке, что вот недавно я написал статью для одного очень хорошего кардиологического журнала и получил ответ, что статью публиковать нельзя, потому что эта статья написана очень простым языком. То есть очевидно, что от психиатров ждут как раз вот такого сложного птичьего языка. Но еще раз хочу сказать, за этим сложным птичьим языком мало что стоит, за ним нет знаний. А решать-то проблемы определенные нужно. Какие, собственно говоря, расстройства должна изучать кардиопсихиатрия? Более того, эта наука, она имеет чисто практическое значение. А нужно ли в кардиологии использовать психотропные препараты? На это идет дискуссия, сейчас продолжается. У нас очень много накопилось препаратов. И классификация этих препаратов, вот здесь она показана на слайде, смысл этой классификации состоит в том, что в психиатрии вообще-то нет классификации препаратов, основанной на их механизме действия. Иными словами, вместо того, чтобы написать какой-то механизм действия, пишется свойство, некое общее или какое-то историческое название препаратов. Ну, например, транквилизаторы или какие-нибудь ноутропы или нормотимики. Поэтому, если возникает какая-то потребность в том, чтобы назначить какие-то препараты, то мы не только больным должны объяснять, зачем, собственно, эти препараты, на что мы рассчитываем, назначая эти препараты, но мы фактически должны рассказывать и кардиологам о том, что это за препараты и как они действуют. Тем более, что кардиологи в этом отношении, я считаю, ушли далеко вперед. Прошу прощения. Дело в том, что у кардиологов очень давно существует классификация препаратов, которые основаны на механизме действия. Вот здесь показаны бета-блокаторы, альфа-адреноблокаторы, блокаторы рецепторов ангетазинопрощающего фермента, антагонисты кальция. То есть, много препаратов, которые обозначаются по механизму действия. К сожалению, в психиатрии такого нет. Вот почему. Я попытался написать обзор, который бы рассказал кардиологам о том, чем должна заниматься кардиопсихиатрия, нужды ли психиотропные препараты в кардиопсихиатрии. При этом я эту статью, вы будете удивлены, написал без единого психиатрического термина. Там есть три таблицы, куда сведены все психиатрические термины, но эти таблицы можно не читать, а читать можно статью, где ни одного психиатрического термина нет. Я понимаю, что эта статья, может быть, тоже воспринято довольно странно, как это такое рассказывать о психиатрии без психиатрических терминов. Но мне кажется, что достала пора разговаривать с людьми на понятном языке, а не на языке терминов, который, может быть, многим людям непонятен. Что я считаю, должна изучать кардиопсихиатрия? Прежде всего, кардиопсихиатрия должна изучать психические расстройства, которые, как ни странно, имеют общий патогенез с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Одним из таких расстройств является, несомненно, стресс. Что происходит у человека, когда он встречается с опасностью? Вы видите здесь забавного человека, который встретил медведя. Очевидно, что эта ситуация очень угрожающая. Видите, как они друг на друга смотрят, наверняка могут вцепиться друг к другу. И в этот момент, что у одного, что у другого в момент опасности, отключается тормозящая гамкорргическая система, гамк. От слова гамма-аминомасляная кислота. Это нейроны, которые работают на гамма-аминомасляной кислоте, который является для них нейромедиатором. И эта система является тормозящей. Когда тормозящая система отключается, осмысленные движения становятся невозможны на некоторое время. Но затем, вот, отключение тормозящей гамкорргической системы позволяет человеку начать реагировать. Потому что активизируются самые разные нейроны. И вот эта активизация самых разных нейронов, она сопровождается определенной выгодой. Например, повышается активность гистаминовых нейронов. И человек просыпается, у него повышается уровень бодрствования. Происходит улучшение кровотока в тканях, спазм крупных расширений мелких артерий, защитное воспаление, повышение чувствительности к боли. То есть целый ряд приспособительных механизмов, которые очень нужны для формирования реакции. Повышение активности глутаматных нейронов повышает активность всей вегетативной нервной системы. И это тоже очень важно, потому что вы знаете, что вегетативная нервная система, она иннервирует внутренние органы. Увеличивается тонус мышц, причем обратите внимание, что увеличивается тонус мышц не только поперечной полосатой мускулатуры, гладкой мускулатуры. Увеличивается тонус мышц миокарда. Увеличение активности дофаминовых нейронов и норадреналиновых – это лучшее и более быстрое осмысление ситуации. Это подъем АД, это рост числа сердечных сокращений дыхательных движений, соответственно увеличение притока кислорода к различным органам, включая мышцы. Все это очень и очень полезная реакция, которая нам позволяет уйти от опасности. Что наступает дальше? Дальше мы с вами выбираем, что нам делать – бороться с опасностью или избегать опасности. Если мы с вами начинаем бороться с опасностью, вы видите здесь медведя, который бежит за человеком, и вам становится ясно, кто здесь борется с опасностью, а кто от опасности убегает. Так вот, у этого медведя уровень серотонина повышается, а у этого человека происходит снижение уровня серотонина. Самое интересное, что это позволяет выйти из состояния стресса как медведю, так и человеку. Дело в том, что если уровень серотонина повышается, а серотонин выполняет обязанности второго по значению тормозящего медиатора после гамма-аминомасляной кислоты, то таким образом этот самый забавный мишка прям восстанавливает контроль над своей центральной нервной системой. В выигрыше и тот человек, который убегает от опасности. У него серотонин повышается, но убегая, он выигрывает время для того, чтобы гамма-аминомасляная кислота, нейроны, которые работают на гамма-аминомасляной кислоте, смогли восстановить свой контроль. Интересно, что вот эти две реакции, повышение активности серотонина, снижение активности серотонина, они на самом деле тоже сопровождаются определенными соматическими изменениями, которые, я думаю, кардиологам будут интересны. Ну, например, при снижении активности серотониновых нейронов наблюдается снижение количества серотонина в тромбоцитах, падение вязкости крови, ускорение кровотока в мелких сосудах, улучшение кровоснабжения, например, в мышцах. Понятно, что такому человеку становится легче бежать. Напротив, если вы помните мишка, который нападал, у него высокая активность серотонина, происходит рост количества этого нейромедиатора в тромбоцитах, отсюда склонность к тромбозам. Очевидно, что медведь таким образом готовится к схватке. Если его, он догонит этого человека, и человек его укусит, то у него кровотечения, в отличие от человека, скорее всего, сильного не будет. И таким образом медведь от этого выиграет. Если у нас стресс проходит, то вся эта нейромедиаторная активность, она снижается. Причем очень быстро. Но беда состоит в том, что не от каждого стресса можно избавиться. Я вот всегда, когда, в пример, какого-то такого длительного стресса, привожу своего, в пример, очень любимого писателя Михаила Графовича Сартыкова-Щедрина, который, надо сказать, был очень тяжелым человеком. Существуют апокрифы, согласно которым несколько чиновников просто повесились. Когда, например, Михаила Графовича Сартыков-Щедрина осуществлял руководство какой-нибудь канцелярии. Дело в том, что он был крайне терпим к взяткам. Он установил для чиновников в 12-часовой рабочий день, фактически, без обеда, и увольнял их без зазрения совести. Это вошло в историю как салтыковские проскрипции. Очевидно, что, работая с таким начальником, жизнь представляется очень сложной, представляется хроническим стрессом. И вот в этот момент, собственно говоря, все вот эти процессы, которые в нейронах, они сохраняются. При этом эти процессы приводят к определенным психическим расстройствам. И жалобы на эти психические расстройства, какие это психические расстройства, я рассказывать не буду. Кто хочет, может посмотреть эту статью, которую я цитирую, и там они все обозначены. Это главная жалоба за торможенность, ступор, чувство оцепенелости, эмоциональной притупленности, оглушенность. Это снижение активности гаммкаргических тормозящих нейронов. Одновременно показано, что происходит рост АД, ЧСС и тонуса сосудов. Известно, что это ведет к развитию и прогрессированию артериальной гипертензии. Зачем я показываю этот слайд? Вы видите, что каждый из них видит свое. Врачи, очевидно, кардиологи видят свое. Больной ощущает нечто свое. Вот иногда говорят, что при артериальной гипертензии, как правило, больной ничего не чувствует, жалоб нет. На самом деле есть жалобы. Просто они совершенно определенного характера. Я думаю, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда больной с высоким артериальным давлением, он заторможен, он оцепенел, он оглушен. Это все следствие снижения активности гаммкаргических нейронов, равно как и повышение АД, ЧСС и тонуса сосудов. Другой аспект этого дела – повышение активности глутаматных нейронов. Если вы помните, это нейромедиатор, который обеспечивает активность самых разных нейронов, а также тонус сосудов и тонус мышц. Соответственно, тоже способствует развитию и прогрессированию артериальной гипертензии. При этом больной нервозен, беспокоен, потлив, дискомфорт в эпигастрии, голокружение. То есть симптомы определенного гипертонического криза. Вот это мне как бы всегда нравится, что можно объединить процессы, которые происходят в головном мозге, процессы, которые происходят в сердце, процессы происходят в голове у больного, и как он нам жалуется на них при помощи определенных нейронов, в данном случае глутамата. Я думаю, что за этим будущее. Ну, все знают, что рост активности норадреналиновых нейронов и вообще катахоламинов, а дофамин – это тоже катахоламин, приводит к росту АД, ЧСС и развитию артериальной гипертензии. Но при этом с психической точки зрения – это страх смерти, обострение болезней, изобретение собственных методов лечения, сердцебиение, боли в области сердца, ощущение пульсации сосудов, учащение дыхания, одышка, чувство нехватки воздуха. Самое интересное, что рост активности катахоламинов, который происходит при многих психических расстройствах, способен вызвать дисфункцию эндотелия и даже инфаркт миокарда, если даже коронарные сосуды у больных интактны, потому что происходит взрывное увеличение потребности миокарда в кислороде. Если же у пациента есть атеросклероз коронарных артерий, то способствует прогрессированию атеросклероза коронарных артерий и даже разрыву бляшек. Следующий очень важный момент, который происходит при хроническом стрессе, патологическом стрессе, как хотите – рост активности гистаминовых нейронов. С точки зрения психики и жалоб – это бессонница, повышение температуры, приливы жара, зуд, жжение, боли, ощущение сдавливания, сжатие, распирание. Но это еще и воспаление эндотелия, гибель эндотелиальных клеток и коронароспазма. То есть, опять же, процессы, которые способствуют развитию атеросклероза, процессы, которые способствуют развитию инфаркта миокарда. Ну и, наконец, повышение активности серотониновых нейронов. Помните, да, это связано с преодолевающим поведением, с борьбой с опасностью, соответственно, с самолечением, необоснованным обращением за медицинской помощью. А с другой стороны, это ведет к повышенной агрегации тромбоцитов и тромбозов. Я никогда не могу забыть, вот длительное время я консультировал больных в кардиологической клинике. И вот утром поднимаешься на четвертый этаж из соткоечной клиники, а какой-нибудь больной, который недавно перенес инфаркт миокарда, он отжимается прямо вот в этой самой лифтовом холле. И, честно говоря, я помню, что психиатры, которые смотрели таких больных, они тогда упражнялись в том, что, ну, как-то определить эту ситуацию, назвать этого больного параноиком там или еще какими-нибудь нехорошими словами. А на самом-то деле, что очень интересно, ведь надо было посмотреть, что у него делается со свертывающей системой крови. Нужно было посмотреть его катамноз, потому что такой больной, который занимается преодолевающим поведением, у него высокая активность серотониновых нейронов, и, наверное, следует ожидать тромбозов. Это было бы очень и очень интересное исследование, вместо того, чтобы обозначать такого больного каким-нибудь психиатрическим термином. К сожалению, это не было сделано. Теперь снижение активности серотониновых нейронов. Это избегающее и неоправданно ограничительное поведение. И обратите внимание, это ведет к снижению активности тромбоцитов. Казалось бы, это тоже хорошо, но это ведет и к кровозлиянию в бляшку, что может тоже способствовать прогрессированию ишемической болезни сердца. Получается, что с точки зрения вот этих активностей нейронов, действительно, вот то, что кардиологи знают, плохо преодолевающее поведение, когда больной после инфаркта занимается отжиманием от пола, но плохо и чрезмерно ограничительно избегающее поведение, которое тоже способствует определенным патологическим процессам. Вот почему, очевидно, нужна какая-то физическая тренировка, дозированная активность. Вот это вот очень интересный, на мой взгляд, аспект этого дела, который, к сожалению, мало кто занимается, но это, в принципе, является одним из проблем, которые должна изучать кардиопсихиатрия. Что я отношу к основным задачам кардиопсихиатрии? Конечно же, я стою тут полностью на позициях кардиологов. Значит, кардиологов, может быть, к сожалению, а может быть, и к счастью, интересует только то, влияют ли психические расстройства на риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, и могут ли психические расстройства, вызванные стрессом, способствовать прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний. Самое интересное, что я сделал совершенно недавно, я создал классификацию психических расстройств кардиопсихиатрии, которая совершенно не содержит ни одного психиатрического термина. Еще раз говорю, все психиатрические термины убраны в табличке, но без психиатрических терминов эта классификация выглядит так. Есть три типа психических расстройств, которые могут дифференцироваться в зависимости от того, что является источником стресса. Например, стрессом может быть само сердечно-сосудистые заболевания. Тогда это будет первый тип психических расстройств кардиопсихиатрии. Второй тип – это любая иная угрожающая ситуация, например, катастрофы, несчастные случаи, проигранный футбольный матч, увольнение с работы. Причем это может иметь два подтипа. Подтип А – у лиц, у которых не было сердечно-сосудистого заболевания, до катастрофы какой-нибудь, землетрясения или еще чего-нибудь. И подтип Б – это больные, у которых уже было к моменту этой самой катастрофы сердечно-сосудистые заболевания. Третий тип – вызывается стрессом, который является обычной неугрожающей ситуацией. Это часто довольно встречается в психиатрии, например, страх открытых пространств или закрытых пространств. Или вообще каким-нибудь неизвестными факторами. Опять же, третий тип имеет два подтипа. Подтип А – у лиц без сердечно-сосудистых заболеваний. Подтип Б – у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Зачем эта классификация сделана? Она позволяет обобщить весь опыт того, что, собственно говоря, было сделано для решения вот этих важных вопросов кардиопсихиатрии. То есть, влияет ли на риск возникновения и влияет ли на утяжеление сердечно-сосудистых заболеваний. И самое интересное, что вот если мы все вот это объединим в три типа, у нас получаются очень и очень интересные результаты, которые трудно получить по отдельности. Потому что, ну, например, изучается влияние там 10 или 15 видов стресса на сердечно-сосудистые заболевания. Как это все сгруппировать? Как это все оценить? Если же мы воспользуемся этой классификацией, то получится очень интересная вещь. Оказывается, подавляющее большинство исследований касаются психических расстройств второго типа без сердечно-сосудистых заболеваний. То есть, грубо говоря, какие-то катастрофы, какие-то неприятности на работе, как они повлияли на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. Каковы же выводы? Выводы однозначны, в общем-то. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастает. Но, скорее всего, это свойственно только для наиболее тяжелых и продолжительных психических расстройств. Прошу прощения. К тому же, неблагоприятное влияние психических расстройств носит весьма умеренный характер. То есть, при сравнении с основными, скажем, биологическими факторами риска, все-таки это имеет меньшее гораздо значение. И самое интересное, что остальные психические расстройства, вот скажем, первого типа, третьего типа, они вообще-то говоря не изучены. Когда я создал эту классификацию, я понял, что я длительное время изучал, как второй тип, по типу Б, то есть, по типу сердечно-сосудистых заболеваний, значит, как психические расстройства влияют на сердечно-сосудистые заболевания, которые существуют. Вот перед вами результаты одного очень интересного исследования, в котором обследовались жители Чечни, жившие в течение давнего исследования, жившие в условиях военных действий. И обратите внимание, что гипертоническая болезнь, которая, безусловно, у них протекала на фоне стресса, порождается повышением уровня катахоламинов, гипертрофии левого желудочка и повышением частоты кризового течения. Интересно, что то же самое мы изучали и у больных с инфарктом миокарда, который спровоцирован острые реакции на стресс. Оказалось, что такие инфаркты миокарда вовсе не возникают у больных, которые до этого не страдали ишемической болезнью сердца, а чаще всего возникают у больных, которые страдали достаточно тяжелой ишемической болезнью сердца. Она проявлялась выраженным кальционозом мелких дистальных сегментов коронарных артерий, и когда у них наступало какое-нибудь тяжелое и значимое переживание, у них возникал спазм сосудов дистальных отделов коронарного русла и развивался острый инфаркт миокарда. Конечно, любой кардиолог не может сказать следующее, что если влияние даже на второй тип, которое кажется изучено, но не носит что-ли уж такого сильно значимого характера, стоит ли вообще это брать во внимание. А если влияние первого и третьего типа психических расстройств не изучено, любой нам врач-кардиолог скажет, не надо нам морочить голову, у нас своих дел хватает. Больной же, как ни странно, как жаловался, так и будет жаловаться на то, что он переживает, но очевидно, что кардиологи вряд ли это будут учитывать. Мне кажется, что в этой точке зрения, конечно, она имеет под собой определенную основу, но все-таки, если мы посмотрим, что такое первый тип психических расстройств. Сердечно-сосудистые заболевания являются источником стресса, то есть фактически психическое расстройство является осложнением сердечно-сосудистого заболевания. Я не знаю, конечно, ну, может быть, ну, я не знаю в своей, так сказать, интересе к состоянию сердца, там, коронарных артерий, состоянию сосудов. Вряд ли, конечно, какой-нибудь кардиолог поинтересуется переживанием больного, но все-таки, мне кажется, любое осложнение сердечно-сосудистого заболевания, даже психическое, оно, в общем-то, достойно внимания. Что касается второго и третьего типа, то это, конечно, особенности патогенеза сердечно-сосудистого заболевания, которые нельзя не учитывать. То есть, есть ли у больного угрожающая ситуация, переживает ли он угрожающую ситуацию, или у него есть какое-то психическое расстройство, которое вызывается обычной не угрожающей ситуацией, или вообще неизвестными факторами. Конечно, конечно, я отлично понимаю, что здесь мне приходится идти против течения. Но, в принципе, мне кажется, что, наконец, объединить в пределах одной головы такие простые вещи довольно легко. Конечно, конечно, я вовсе не говорю о том, что не надо обращать внимание на то, что происходит в сердце. Надо, конечно. И тут, мне кажется, вот против восприятия вот этих жалоб больных, против восприятия кардиопсихиатрии играет преобладание определенных, ну, скажем, материалистические тенденции в медицине. В то же время, вот вы здесь видите, видите, вскрывают больного. Очень известная картина голландская. Но дело в том, что психосоматика-то длительное время развивалась совершенно не так. Психосоматика развивалась как раз против этих тенденций. Вообще-то, сама психосоматика, ее термин придумал поэт Сэмуэлл Колридж, английский романтик. Он страдал апийной наркоманией, ее соматические осложнения не мог смириться с эффективностью лечения, с неэффективностью лечения. Ему казалось, что силой мысли он сможет изменить свое соматическое состояние. И вот эта вот романтическая психосоматика о том, что психический процесс, правда, у него надо сказать, все-таки он думал о том, что будет хорошо влиять на свое состояние. На самом деле, психосоматика пошла по пути изучения влияния этих психических процессов, как они плохо влияют на различные заболевания. При этом, поскольку тогда очень было мало знаний о различных процессах, которые действительно происходят, о патофизиологических процессах, то фактически говорили о том, что бессознательные конфликты, просто не находя выхода, напрямую могут вызывать какое-то соматическое заболевание. Конечно, это все работает против восприятия кардиопсихиатрии как науки, но надо вам сказать, я попытался вам показать в первой части своей лекции, что это уже давно отвергнуто, что мы говорим о реальных патофизиологических и физиологических процессах, которые происходят в организме. Тем не менее, если вы заглянете в интернет, вы можете увидеть очень много таких забавных вещей, которые вот остаются от этой ненаучной психосоматики, о том, что, например, трение в семье могут вызвать у ребенка аденоиды, а, например, чувство вины за прошлые, зуд в анусе, можете это почитать, здесь есть ссылочка очень интересная, таких высказываний очень много. Конечно, никто такие вещи сейчас говорить не собирается уже. Не собирается говорить о том, что какие-то болезни вызывает неспособность дышать, там, для собственного долга, чувства подавленности, сдерживания рыдания, никогда не вызовут бронхиальную астму. Но вот это все, к сожалению, продолжает работать против восприятия кардиопсихиатрии как серьезной науки и переживаний, самое главное, больного, как достойных того, чтобы их анализировать. Существует еще, конечно, и опасная психосоматика, не могу об этом не сказать, потому что вот эти все умозрительные концепции о том, что можно как-то путем, я не знаю, воздействия мысли переделать свое соматическое заболевание, к сожалению, существует даже в нашем веке. Здесь, например, как избавиться от астмы с помощью психосоматики. Более того, меркантильная психосоматика появилась, когда люди посылают такой рекламный слоган, что они работают с тяжелой психосоматикой, горем, болезнями кожи и волос и тому подобное. В общем, еще раз говорю, все это, конечно, не способствует тому, чтобы воспринимать психические расстройства всерьез. Однако, я думаю, что их все равно принимать нужно, потому что патофизиологические, физиологические основы под ними ясна. Ну, например, это стресс, и я сегодня даже в своей лекции не касался с депрессией, а там много чего можно рассказать про патофизиологические процессы. Поэтому я предлагаю все-таки сделать над собой определенные умственные усилия и сказать, что любое соматическое заболевание может иметь психические симптомы. И эти психические симптомы, они заслуживают такого же внимания. Ну, я уже приводил пример, например, оглушенность больного с высоким артериальным давлением. Это психический симптом гипертонической болезни. Почему эти симптомы надо, ну, скажем, не анализировать, почему их надо отбрасывать? Думаю, что они заслуживают определенного внимания. Если мы с вами теперь перейдем к необходимости использования препаратов психотропных, то они, это можно вот с помощью такой постановки дела легко объяснить. Вот обратите внимание, здесь приведена классификация транквилизаторов. И цветом выделены транквилизаторы, которые активизируют гаммкергическую систему. И это понятно почему. Потому что падение активности гаммкергической системы наблюдается в основе любого стресса. Соответственно, повышая активность гаммкергической системы, мы с вами можем добиться понижения активности самых разных нейронов и нормализации большого числа различных процессов, которые наблюдаются у нас в организме, как у больного в сердечно-сосудистом заболевании, так и у больного без сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Ну, например, вот скажем, если мы с вами не знаем, что понижение активности гаммкергической системы способствует развитию артериальной гипертензии, то мы никогда не поймем, почему бензодиазепины, которые активизируют гаммкергическую систему, способствуют, наоборот, снижению артериального давления. Гаммкергические препараты можно дополнить серотониновыми антидепрессантами. Откуда взять, собственно говоря, источник серотонина? Существует вот здесь они выделены, достаточно большое количество серотониновых антидепрессантов, которые повысят уровень серотонина и, соответственно, смогут сбалансировать вот это неоправданно избегающее поведение, которое, как вы помните, может сопровождаться кровоизлиянием в бляшку. Значит, я специально приготовил таблицу, которая позволяет абсолютно любому человеку без психиатрического какого-либо образования понять, как действуют психотропные препараты. Здесь все расписано. Ну, например, бензодиазепины, повышая активность гаммкергической системы, снижают активность самых разных нейронов. И самое интересное, вот почему их применение очень часто ограничивают, сейчас я об этом скажу, они снижают и уровень серотонина, соответственно, способствуя развитию избегающего поведения. А это на самом деле очень неприятно, потому что это мешает человеку приспособиться к стрессу и отреагировать на стресс. Вероятно, именно из-за этого в рекомендациях ВОЗ говорится о том, что при расстройствах адаптации, то есть, собственно говоря, при реакциях, бензодиазепины должны использоваться лишь в редких случаях. Как бы то ни было, в остальных случаях их можно использовать достаточно хорошо, на срок до 4 месяцев. К сожалению, в нашей стране только один из них, феназепа, может выписываться на обычных бланках, а все остальные на специальных номерных бланках. Это приводит к очень тяжелым последствиям. Надо сказать, что в других странах этого нет. Бензодиазепины считаются достаточно безопасными препаратами. Но в нашей стране на место бензодиазепинов становится другой гаммкаргический препарат фенобарбитал, большое содержание которого есть в корвалоле, волокордине, волосердине. Там, например, содержится до 2 средних максимальных суточных доз фенобарбитала. К сожалению, фенобарбитал, в отличие от бензодиазепинов, очень опасен, достаточно токсичен, вызывает большое количество осложнений. Поэтому я бы советовал, если есть такая возможность, поговорите с вашими больными. Пусть они откажутся от волокордина, волосердина в пользу другого гаммкаргического препарата, бензодиазепина. Тем более, что на Западе по отношению к этим бензодиазепинам существует очень простой взвешенный подход. Всегда назначать бензодиазепинопоказанием, избегать бессрочного лечения, оценивать риск и пользу для каждого индивидуального случая лечения, подбирать дозу. С этим может справиться абсолютно любой специалист, выявлять случаи злоупотребления, пришел больной, попросил вновь, при этом просил увеличить дозу, снижать дозу после проведения начального этапа лечения и просто пересмотреть диагноз, то есть отказаться от концепции стресса, если этот препарат не помогает. Теперь, что касается антидепрессантов. Антидепрессанты вообще у нас относятся к страшным препаратам, и в интернете существует даже антидепрессантофобия. Существуют страхи перед антидепрессантами, о том, что они меняют характер, что они там действуют как-то не так. Вот я привел, как действует селективный гибитор обратного захвата серотонина. Они повышают уровень серотонина и, соответственно, снижают уровень самых разных, активности самых разных нейронов, гаммкологических, глутаматных, дофаминовых, норадреналиновых, гистаминовых, что и приводит к развитию терапевтического эффекта. Ну, например, давно известно, что в экспериментах на животных серотониновые антидепрессанты, они способствуют профилактике тромбоза. Но интересно, что и с применением серотониновых антидепрессантов сопряжена определенная проблема. Прежде всего, это чрезмерное преодолевающее поведение с самолечением или необоснованным обращением за медицинской помощью, которая, в свою очередь, как вы помните, может сопровождаться развитием тромбоза. Поэтому всегда хорошо иметь некую альтернативу как бензодиазепином, так и селективным ингибитором обратного захвата серотонина. На мой взгляд, этой альтернативой может быть препарат сульперид, который является уникальным регулятором дофаминовой системы и довольно часто применяется в психиатрии. Психиатры очень хорошо знают, они очень хорошо знают, что это хороший препарат для лечения неврозов. Однако я сегодня о смысле этих психиатрических диагнозов не говорю. Но вот что очень важно, на мой взгляд, важно, что этот препарат способен активизировать гаммкаргическую систему. Это открытие было совершено недавно. И самое интересное, что его способность активизировать гаммкаргическую систему несколько иная, чем у бензодиазепинов. Она гораздо мягче, и, соответственно, побочных эффектов при применении этого препарата будет гораздо меньше. Со всеми выгодами, которые мы имеем с вами от применения бензодиазепинов. Поэтому давно известно, что неврозы и беспокойства у взрослых как сердечно-сосудистыми заболеваниями, так и без сердечно-сосудистых заболеваний, можно очень хорошо лечить их сульперидом, сравнить на небольших дозах от 50 до 400 мг в течение 4 недели. Надо сказать, что препарат хорошо переносится. Вот здесь противопоказания к применению сульперида это повышенная чувствительность, пролактинозависимые опухоли, гиперпролактинами, острое отравление алкоголем, аффективные расстройства, агрессивное поведение, фиохромцитомы, период грудного вскармливания. То есть, фактически, в кардиопсихиатрии этот препарат может применяться достаточно широко. Надо сказать, что сульперид сейчас доступен в самых разных вариантах. Одним из этих вариантов, которые я бы хотел вам очень рекомендовать, является парсульпин, который, во-первых, полностью оригинален, полностью эквивалентен на оригинальному препарату. Была проведена специальная оценка клинической терапевтической эффективности по сравнению с оригинальным препаратом. Здесь вы это видите. Ну и, наконец, он внесен в перечень жизненеобходимых и важнейших лекарственных средств. Это на самом деле очень важно, потому что среди больных, которые лечатся в кардиологии, что греха таить, достаточно много больных, которые уже на инвалидности. Обратите внимание, доза 50 есть и 200 миллиграммов, что позволяет использовать дозу 50 миллиграммов кардиопсихиатрии, а 200 миллиграммов оставить для психиатрии. Ну и последнее, что бы я хотел вам рекомендовать, это сравнение просульпина и иглонила по средней стоимости упаковки в аптеках Москвы. Этот анализ я делал в апреле 2016 года. Думаю, что сейчас ничего не изменилось. Вы видите, что просульпин стоит гораздо дешевле, что в условиях новой экономической реальности, как вы знаете, и в условиях того, что наши больные вынуждены, безусловно, принимать большое количество кардиотропных препаратов, которые, как известно, стоят довольно дорого, чего там греха таить, я своей маме постоянно покупаю. Вот эта небольшая добавка, которая позволяет снять расстройства, связанные со стрессом, и улучшить качество жизни больных, я думаю, что вот доступность этого препарата, простульпин, имеет для нас с вами большое значение. Спасибо вам большое за внимание. Мы сейчас сделаем перерыв для того, чтобы собрать с вас вопросы, которые могут быть. Первый вопрос. Возможно ли для нормализации процесса возбуждения назначать фенотропил, пироцетам, а для усиления процессов торможения, аминолон, пантокальцин, добиваясь более равновешенной деятельности цены? Спасибо. Вы задаете очень интересный вопрос, который на самом деле стоит целой лекции, которая у меня, кстати, есть. Эта лекция посвящена транквилизаторам. И в этой лекции рассказывается, в чем отличие, например, аминолон, он вообще не проникает, это гамма-аминомасляная кислота есть, она вообще не проникает через гематоэнцефалический барьер. Поэтому, если вы хотите усилить процесс торможения, то вы можете хотя хоть ведро этого самого аминолона, скормить больного, но действовать он не будет, потому что в головной мозг не попадет. У каждого из этих препаратов, которые вы упомянули, есть свой механизм действия. Есть он у пантокальцина, он действует на гамм-Б рецепторы, механизм действия достаточно слабый, но в то же время мягкий. Что касается нормализации процесса возбуждения, назначать фенотерапил и пироцетам, понимаете, какая штука? Я не знаю, о каком процессе возбуждения идет речь. Я знаю о том, что повышается активность определенных нейронов. Фенотерапил, например, тоже повышает активность определенных нейронов. Если при стрессе повышена активность определенных нейронов, зачем это повышать еще больше? Мне это непонятно. Значит, механизм действия пироцетама, он связан с активизацией тоже определенных нейронов, ацетилкалиновых и норадреналиновых. Зачем это нужно делать в условиях, когда они и так активизированы, я тоже не понимаю. В каких дозировках и как часто и долго назначать протсульпин? Уже говорил о том, значит, это 50 до 400 миллиграммов. Что касается продолжительности, в принципе, рекомендуется 4 недели, но на самом деле, может принимать достаточно долго, если вы будете взвешивать эффективность препарата и побочный эффект. Например, эффект есть, побочных эффектов нет. Сняли препарат, опять вернулся в состояние стресса, потому что начальник типа Салтыкова щедрита никуда не ушел. Вернули протсульпин. Есть эффект, но есть и побочные эффекты. Выясните у больного, обсудите с ним, может ли он переносить эти побочные эффекты, может он терпеть или не может терпеть. Если не может, то тогда надо отменять и заменять на что-то другое, потому что, еще раз говорю, свет клином на одном препарате не сошелся. Правильно ли я поняла, что просульпин обладает антидепрессивным эффектом, дозировка 150-200 мегра в сутки без седации? Значит, антидепрессивным эффектом, безусловно, да. А что касается антидепрессивного эффекта, то на этот счет у меня есть свое собственное мнение. Значит, он увеличивает активность, прежде всего, дофаминовых нейронов, что не всегда бывает достаточно для депрессивного эффекта. У меня на этот счет есть целая лекция, это довольно сложная проблема. Можно ли будет посмотреть ваш вебинар в записи? Да, на сайтах «Врачи вместе» в рубриках видеоматериалы и сайте фонда «Здоровая жизнь» в разделе «Видео». Убегать нападать или притворяться мертвым. Какой тип реакции на стресс будет правильным для человека с сердечно-сосудистыми заболеваниями? Ой, очевидно, я плохо вам рассказал. Значит, если вы будете нападать, то есть проявлять чрезмерную активность, то тогда у вас будет, по идее, должна быть склонность к тропозам, что для сердечно-сосудистого заболевания плохо. Значит, если вы будете убегать, то тогда возникает риск кровозлияния в атеросклеротическую бляшку, что тоже довольно плохо, и, соответственно, опять же, риск утяжеления состояния будет большим. Что касается притвориться мертвым, то это первая реакция любого человека. Обычно она кратковременная, быстро проходит, переходит в убегать или нападать. Поэтому этот тип реакции, он, как бывает часто у всех, и, в общем-то, он, ну, скажем, сопровождается подъемом определенного артериального давления, в принципе, тоже для сердечно-сосудистого заболевания достаточно плохо. Поэтому я считаю, что любой тип реакции на стресс не будет правильным для человека с сердечно-сосудистым заболеванием, и с любым стрессом надо учиться справляться. Либо с помощью медикаментов, либо с помощью психотерапии. Сульпирид просульпин продается только по рецепту врача, безусловно. Вообще, я считаю, что все препараты должны продаваться по рецепту врача, и никак иначе. Через какой период времени от начала приема антидепрессанта развивается полный эффект? Значит, что касается приема антидепрессантов, я сегодня про них вообще, собственно говоря, рассказывал очень мало, от селективного гибитора обратного захвата серотонина. Считается, что эффект начинается приблизительно на третьей-четвертой неделе приема, зато первые две недели приема развиваются побочные эффекты. Самое интересное, что по этим побочным эффектам можно судить о том, будет ли терапевтический. Если развились побочные, то, скорее всего, будет и терапевтический. А вот если побочных не развилось, то, я думаю, что терапевтического эффекта ждать не приходится. Поэтому это надо вопрос с больным обсудить. И, я думаю, все будет в порядке. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова